Всем привет, с вами Playmix и это мое третье видео про муравьев. Но сегодня тема пойдет про таких гармоедов, как джукзнахы. Погнали! Но перед этим я хотел сказать, что у меня на канале вышло два видео про мобильные игры. Про мобильную игру стендов 2. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравилась ли такая вам тема. Снимать мне видео про стендовку и про другие мобильные игры. Ну и если понравилось, ставьте лайк. Ладно, погнали с нахрен. Зачем я их купил? Я их купил, чтобы прокормить свои колонии. Особенно колонию фейдоль, потому что зимой я им давал креветку, сладкий сироп. Но через время они от этого перестали давать личинки, то есть расплод. И колония притормозилась. Именно в плане развития. Давайте поговорим, в чем содержать этих жучков. Надо взять баночку или контейнер, без разницы. Чтобы была крышка, потому что эти жуки умеют летать. Сделать там дырочки для того, чтобы они дышали. Внизу не надо делать дырочки. Потому что, ну, так же, сейчас поговорим про это. Почему тут нельзя делать дырочки. Вот тут это геркулес, кажется. Ну, короче, субстракт. Кажется, геркулес. Кстати, вот личинка. Вот этой штукой кормить муравьев. Я ее показываю просто потом, чтобы время не терять, чтобы не искать ее. Вот она такая. Вот они лазают в этом геркулесе. Например, съели кожуру банана. Это серая штука осталась. И они, лазая по вот этому геркулесу, эта штука, ну, то есть, не геркулес, а банановая кожура, она спускается вниз. Потому что они лазают, передвигают геркулес, и она съезжает вниз. И потом это все оказывается внизу. Если у вас будут тут крышечки, вы, например, ушли на работу, в школу, вы пришли, тут грязь, вы убрали. Через час опять такая же грязь, и это будет, ну, тяжело, то есть, и геморрой. Потому что, ну, блин, это, понимаете, просто пришел, и, ну, вы поняли, почему лучше не надо так делать. Потому что это будут проблемы, и много времени на них тратить, на этих жуков, ну, чтобы убрать. Так, задумался я тут, сорян, что-то задумался. Так, про банку поговорили, про субстракт поговорили, теперь про кормление. Кормить этих жуков можно хоть чем. Есть парень на ютубе и кормит кожурой апельсина, хотя говорят, что лучше не надо. Можно кинуть кожуру банана, сам банан еще не кидал, потому что колония у меня несколько дней в руках. Ну, то есть, именно у меня. Ну, также можно кидать хлеб, огурец, ну, и так далее. Хлеб обязательно, чтобы намочить, потому что мокрый хлеб, они будут высасывать из него воду и есть его. Вот так-то. Так, кстати, еще хотел сказать, то, что их надо держать в темноте. То есть, им так более приятнее, и они так будут развиваться лучше. Про температуру я, друзья, точно не помню. Ну, лучше, чтобы была обыкновенная комната, а температура на них никак не влияет. И теперь давайте по размерам. И также, что я хотел сказать. Вот этих тараканчиков, ну, хотя это не тараканчики, а жучки, кормить наших муравьев мы не ими будем, а именно вот этой личинкой, которую, помните, я вам показывал сейчас. Ну, можно кидать вот таких молодых, таких рыженьких жучков. Они будут их есть, кстати, они в хлебе сделали их в дырку. Это прикольно. За ними достаточно прикольно наблюдали, потому что они такие нелепые, такие, ну, смешные. Так, давайте я сравним ихний размер с моим пальцем. Вот ложу в геркулесов свой палец. Вот ихний размер. То есть небольшие. За них, кажется, нет. Так, и давайте я вам покажу куколку. У них такая вот куколка. Так, буду пытаться найти куколку, а пока что пусть камера будет на самих жуков. Вот наша вот куколка. Вот. Вот эта куколка. Кстати, вот она, еще одна куколка. Вот эта куколка. Кстати, там сидит личинка, которую можно покормить муравьев. Вот так. Вот так. Такие вот двоедики, жуки-знахари. Я, конечно, не покажу вам кормление муравьев личинками. Потому что, во-первых, фейдоли грызут. Кстати, вот они сидят, фейдольки. Фейдоли грызут, убивают одного такого знахаря примерно в течение 15-10 минут. И мессеры тоже. То есть, ну, мессеры, они побыстрее там с ним расправятся. Но, все равно долго. И, еще хотел задать вам вопросы. То, что... Ну, то есть, снимать ли вам видео в скором времени или пока что не снимать. Также про стендов еще. Снимать ли вам видео про кормление муравьев моих. Снимать ли про стендов. И, вообще, снять ли вам отдельное видео про тетрамориумов. Ну, пока что они маленькие. У них, ну, именно количество их мало. Примерно муравьев 20. Одноматочная колония. Но развиваются они достаточно сейчас уже быстро. И у них там куча расплавы лежит. Ну, пишите в комментариях. Не забудьте написать. Стендов снимать. Кормление муравьев. И про тетрамориумов. Ну, также буду говорить новости про своих лесных муравьев. Ну, как я их назвал. Тетрамориум. А, нет. Не тетрамориум. Компонотус фуска. И формика вагус. Так-то смешно их назвал. Но, на самом деле, я не знаю их названия. Так что пишите в комментариях. Про то и то. Короче, вот так вот. Ну, всем пока. Пока. Масры. Блин, камеры. Масры. Ладно. Всем пока. Пока. До встречи. Ставьте лайки.